Холода все ближе и ближе, а значит вместе с ними встает вопрос с теплой верхней одеждой. Как мы все знаем, что без пуховика русскую зиму нам пережить сложно? Я бы даже сказала, практически невозможно. Но зачастую мы сталкиваемся с определенными сложностями при его выборе. Хочется найти очень теплую и практичную модель, но в то же время стильную и современную, которая не потеряет актуальности уже на следующий сезон. И сегодня в выпуске я расскажу вам, по каким критериям стоит выбирать идеальный пуховик на зиму. Всем привет! Меня зовут Лоскутова Мария, я основатель бренда одежды Виавиль. Сегодня на повестке дня у нас утеплиться и найти правильный, стильный, современный, а главное теплый и комфортный пуховик. Я расскажу и покажу вам не только то, как он должен выглядеть, но и то, на какие нюансы следует обратить внимание при его выборе. А также расскажу вам, как ухаживать за изделием, чтобы оно прослужило вам не один сезон, а по максимуму долго и качественно выполняло свои основные функции. Ну и давайте перед началом проверим подписку на канал. Если ее нет, жмите подписаться и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А теперь, когда я сказала все самое важное, можно и начинать. Поехали! Итак, пожалуй, начнем с того, что в первую очередь бросается в глаза при покупке пуховика. Это его крой, ну или силуэт, как удобнее. На сегодня актуальны пуховики таких силуэтов как Прямой – это когда объем в области груди, талии и бедер одинаковый. Прямоугольник визуально получается. Не смотрите на длину, мы о ней поговорим чуть позже. Вот здесь конкретно про крой, про силуэт. Такой пуховик выглядит лаконично, спокойно. Он достаточно универсален в стилистическом плане. Его можно использовать как в деловых, более классических образах, так и в аутфитах в стиле кэжуал. Следующий силуэт, который на сегодняшний день занимает лидирующую позицию по своей популярности, это пуховик оверсайз кроя. На подиумах в нынешнем сезоне дизайнеры представили, конечно, гипер оверсайзные варианты, и они не для всех применимы в обычной жизни. Но если нравится, конечно, носите. Но я рекомендую в повседневности использовать все же более спокойные, сдержанные варианты. Такие пуховики очень функциональные. Под них легко можно надеть несколько слоев одежды. Они не сковывают движения, они теплые и комфортные. С точки зрения стилизации, они будут гармонично смотреться практически с любой обувью. Будь то грубые ботинки, жакейские сапоги, сапоги-трубы, ботинки на устойчивом каблуке, актуальные дутики или уги на высокой подошве. Насчет высокого каблука или ботфортов у меня есть некие сомнения. Но опять же таки, мода сейчас позволяет все. И иной раз, сочетая, как кажется, несовместимое, можно получить супер стильный и модный образ. Еще один силуэт, который на сегодняшний день очень популярен, это пуховик пальто. Женственный, достаточно изящный, несмотря на то, что это пуховик. Классный вариант для casual, особенно для деловых и классических образов зимой. Женственность и утонченность придают такому пуховику пояс или ремень, выполненный из точно такой же ткани. Если ремень контрастный, это уже будет не очень актуально. Но об этом я чуть позже. Актуальный пуховик пальто должен быть максимально свободного кроя. Ни в коем случае не облегать и не обтягивать фигуру. Под него с легкостью можно надеть более плотную одежду, чтобы в холода в нем было комфортно и тепло. А сейчас я покажу вам те фасоны пуховиков, которые уже не актуальны, но, к сожалению, все так же активно продаются на маркетплейсах и в магазинах. И стоят они, кстати, немалых денег. Ну, во-первых, это пуховик в облипку вот такого плана. Как я уже говорила, между пуховиком и телом должно быть пространство, свобода, воздух. Должно быть место под несколько слоев одежды. Зимой погода очень непредсказуема. Сегодня может быть плюсовая температура, и вы легко сможете обойтись одним трикотажным лонгсливом под верхней одеждой. А завтра стукнет мороз, и бесплодного объемного шерстяного свитера вам просто не обойтись. А у вас пуховик на нем не сходится. Не-не-не, так не годится. Верхняя одежда должна быть комфортной, просторной, функциональной и практичной. Следующий крой, который уже не актуален, это пуховик трапеция. Совершенно неактуальный, несовременный вариант пуховика. Прибавит вам возраста, сделает весь образ грустным, скучным, несовременным. Еще один вариант, который тоже часто мелькает в магазинах и на маркетплейсах, а соответственно и на улицах, так как люди такое покупают и носят, это приталенный пуховик с поясом на резинке. Кстати, вот этот пуховик стоит почти 24 тысячи. Представляете, за эти деньги можно легко найти стильный современный теплый пуховик полной длины. Если вам нравятся модели пуховика с акцентной талией, я рекомендую обратить внимание на современные модели. Они свободные, не в облипку, прямого кроя и у них ярко выраженный акцент на талии, который достигается с помощью пояса или ремня в цвет изделия или с помощью кулиски. Такие модели стильные, современные, удобные, теплые, комфортные, самое главное. Следующим критерием, по которому стоит ориентироваться при выборе пуховика, это его длина. Здесь нет одной какой-то конкретной длины, про которую прям можно сказать. Эту берите, эту не берите, другие антитренд. Нет, такого здесь нет. Длины могут быть разные. И давайте рассмотрим, какие бывают, какие стильно, но не практично, а какие наоборот. Практично, но не совсем стильно. Итак, поехали. Пойдем от короткого к длинному. Первая модель это супер короткий пуховик. Он прям в трендах-трендах. Он достаточно объемный и заканчивается непосредственно на линии талии. Да, стильно. Да, необычно, но очень экстремально для зимы, как мне кажется. Опасненько для здоровья, можно даже, наверное, и так сказать. Классно и гармонично такие пуховики смотрятся с широкими или прямыми брюками или джинсами с завышенной талией. Ноги кажутся длиннее и стройнее. Вторая модель это тоже укороченный пуховик, но уже с длиной, который заканчивается на выступающих косточках тазобедренного сустава. Если можно, наверное, так сказать. Я думаю, так понятнее будет. Такая модель более безопасная для здоровья. Она будет гармонично смотреться в каких-то расслабленных образах в стиле casual или спортшек. С брюками и джинсами с высокой посадкой. Только вот следите, чтобы нижний слой верха не выглядывал из-под пуховика. Иначе образ может выглядеть неаккуратным и не совсем гармоничным. Исключением, конечно, будут платья. Они отлично будут сочетаться с данной моделью пуховика, если они простого, понятного кроя или, например, облегающие. Такой пуховик будет удобен тем, кто передвигается на машине. Для пеших прогулок в холодное время года я все же рекомендую более удлиненные модели. Третья длина пуховика, которая нам часто встречается в магазинах, это длина, прикрывающая пах. Эта длина более универсальная и функциональная, чем предыдущая, например. Многие девушки выбирают как раз именно такую длину. Такие пуховики хорошо смотрятся не только с брюками и джинсами. Их уже можно миксовать и с утепленными леггинсами, и также, конечно же, с платьями и юбками длиной миди и макси. Еще одна длина, четвертая, которая популярна на сегодняшний день, это длина до середины бедра. Как правило, такие пуховики идут с текстильным поясом или ремнем, но также есть и оверсайз модели и прямые. Под такие модели уже можно легко надеть любой удлиненный верх, джимпера, свитшоты и даже пиджаки. Следующая, пятая, наверное, длина, которая существует, это длина до колена или чуть выше колена. Ну, по мне, такая длина, кажется, из серии ни туда, ни сюда. Платье или юбку миди с ней не наденешь, с широкими брюками тоже на любителя. В любом случае, пуховики такой длины имеют место быть, и кто-то носит и любит исключительно такие модели. Напишите, кстати, в комментариях, кто носит и почему вам такое нравится. Следующая длина, это длина миди. Это уже более практичная и универсальная и функциональная история для холодной зимы. И с обуви на плоском ходу, и с каблуком такой пуховик будет смотреться классно. Ну, если, конечно, он современный и актуальный. Немаловажный момент. Ну и последняя длина на сегодня, это, конечно же, длина макси. Супертрендовая длина на сегодняшний день. Да, безусловно, в ней тепло, как пуховым одеялем, но с точки зрения практичности прям не уверена. Слякоть и грязь, которая под ногами часто в холодный сезон, точно не пощадит нижний край такого пуховика. В общем, на сухую морозную зиму отличный вариант. Это были основные длины, которые встречаются нам в магазинах. Как видите, какой-то конкретной длины нет, которую стоит выбирать. Ориентируйтесь на свой гардероб, на свой образ жизни, на свою фигуру, на свой рост, на свои предпочтения и на свой вкус. Если вы больше ходите в джинсах и брюках, передвигаетесь на машине, то нет вам смысла брать длинный пуховик. Или наоборот, если чаще всего вы используете платье и юбки, еще и на метро ездите, и пешком ходите, возьмите длину миди, чтобы вам было тепло, уютно и комфортно. Ну и подол платья не выглядывал из-под пуховика. С длиной мы закончили. Пришло время перейти к следующему параметру, по которому стоит выбирать актуальный пуховик. Но давайте прервемся на пару секунд, проверим подписку на канал, подпишемся. Если вы еще этого не сделали, нажмем на лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят дважды в неделю. Это очень важно для алгоритмов YouTube, поэтому не жадничайте. Следующий параметр, который мы рассмотрим, это капюшон и воротник. Здесь хочется что сказать сразу. Если вы выбираете пуховик с воротником и капюшоном, вот чем проще и лаконичная модель, тем дороже и лучше она выглядит в деле. Потому что как бы ни изгалялись дизайнеры и не придумывали всевозможные излишние детали, в большинстве случаев это все выглядит странно и удешевляет в образ и быстро теряет свою актуальность. Капюшон выбирайте среднего размера, маленький выглядит куцци и не защищает ни от ветра, ни от дождя, от слова совсем. Слишком глубокий тоже плохо, он сильно падает на лоб и на глаза, тем самым доставляя дискомфорт. Если говорить о моделях без капюшона, то лучше всего это будет воротник стойка, не сильно высокий, который плотно прилегает к шее, но не сдавливает ее при этом. Прямой, лаконичный, понятный воротник. В моделях пуховик-пальто часто используется отложной английский воротник, но лучше, чтобы он был без капюшона, как на этом примере. Такая конструкция выглядит странно, честно. Мне кажется, английский воротник это английский воротник и не нужно приделывать к нему капюшон. Если вдруг вам понравился пуховик без капюшона и для вас это стало камнем преткновения в его покупке, эту проблему решить очень просто. Сейчас супер большой популярностью пользуются съемные капюшоны или капры. Классный стильный аксессуар, который легко дополнит практически любой образ в стиле кэжуал в холодный сезон. Поэтому, видите пуховик без капюшона, но вам нужен капюшон, не волнуйтесь, можете смело покупать, капюшон купите отдельно. Есть модели пуховиков с большим капюшоном и совсем без воротника. В массе своей они выглядят несовременно и не актуально. Я прям не рекомендую, очень сильно не рекомендую такие покупать. Как я уже говорила, чем понятнее детали, тем лучше, тем дороже и эстетичнее выглядит ваша верхняя одежда и вы в целом. Зачем все усложнять? Сюда же, кстати, относятся и капюшоны с мехом. Во-первых, висит от натуральной мехписиц енот, уже совершенно не актуален на сегодняшний день. И такая отделка сразу же выдает всю несовременность изделия. Да и поверьте, плотно набитый воротник в виде стойки согреет вас ничуть не хуже, чем воротник с мехом. Следующий критерий, по которому стоит выбирать актуальный пуховик на зиму, это его фактура. Самый оптимальный и актуальный вариант это матовая лаконичная фактура или с легким блеском. Он базовый, он универсальный, он функциональный. Дополнит ваш гардероб и будет базовым актуальным вариантом точно не на один сезон. Также на пике популярности глянцево лакированные изделия и металлик. Они не такие базовые и не факт, что в следующем году будут так же гармоничны в вашем гардеробе, но это тренд. Или вот, кстати, отделка под овчину. Мега популярна в этом сезоне и при этом более понятна. И, кстати, легче встраиваться в повседневные образы. Еще, кстати, стали появляться текстильные пуховики, выполненные из вельвета или твида. Ну, к практичности, конечно, есть вопросики, хотя если погода сухая, то почему бы и нет. Неактуальными же моделями можно смело назвать пуховики из эко-кожи, которые были популярны года три назад. И я рекомендую их не покупать. Если у вас такой есть, можете носить, но покупать такой новый я прям очень не рекомендую. Также к неактуальным фактурам можно отнести такой, знаете, глянцевый, но не лакированный, а больше похожий на атлас плащевый материал. Вот такого плана. Такая фактура дешевит и простит образ. Я бы рекомендовала избегать такие варианты. Еще рекомендую избегать всевозможные цветочные и абстрактные принты, которые не только делают вещи старомодные и несовременные, так еще и лишних объемов вам визуально прибавят. Но что еще хочется отметить про принты? Тут вот прям не совсем все однозначно, просто в них реально нужно разбираться. Вот, например, такие варианты принтов пока актуальны, но тут очень тонкая грань. Если вы не уверены в своих ощущениях, лучше такое не покупать. И хотелось бы сказать пару слов про стежку. Да, она актуальна, но не вся. Вот примеры абсолютно неактуальной и несовременной стежки. Если хотите стежку, то берите, опять же таки повторюсь, во-первых, изделие из матовой ткани, чтобы стежка была понятная и простая. И лучше, если она будет покрупнее. Она может быть фигурной, но она должна быть все равно понятная, лаконичная и спокойная и простая. В таком формате стеганая вещь будет выглядеть стильнее и современнее. И да, чуть не забыла, избегайте моделей, где несколько вариантов стежки объединились в одном изделии. В 90% случаев это выглядит неактуально, несовременно и очень сильно портит образ. Мы двигаемся дальше. И следующий критерий, по которому стоит выбирать пуховик, это рукава. Ну, здесь самое важное – это примерка. Без нее тяжело, наверное, определить, ваш это рукав или не ваш. Чтобы понять, подходит ли вам длина, согните руку в локте и посмотрите. Рукав должен полностью закрыть вам запястье. Рукав может быть простого прямого кроя, так и сужаться с помощью липучки или манжеты. Здесь выбор, конечно же, за вами, как вам комфортнее, удобнее и теплее. Обратите внимание, есть еще некоторые пуховики, у которых двойной рукав. То есть под основным верхним рукавом есть еще манжеты трикотажные. Вот такой пуховик будет более комфортным и рукам в нем будет теплее. Для меня, например, это важный критерий при выборе пуховика. Но есть рукава, от которых я настойчиво рекомендую отказаться. Во-первых, холодно и непрактично. Во-вторых, неактуально, не стильно, не современно. Это рукав длиной 3 четверти, а также всевозможные фигурные рукава. И, конечно же, рукава с меховой отделкой тоже можно отнести к неактуальным и устаревшим. Вот все эти варианты родом из 2010-го, вот там пусть и остаются. Сейчас мода более рациональна, более функциональна и практична. Но как могут быть практичными рукава 3 четверти у плотно набитого пуховика, когда на улице минус 15? Да никак. Поэтому выбираем варианты из тех, которые я показала ранее. Скоро мы перейдем к наполнителям пуховикам. Не переключайтесь. А пока следующий критерий тоже визуальный. Фурнитура! Ну куда же без нее? Никуда. Фурнитура в изделии это как аксессуар в образе. Можно ей либо подчеркнуть красоту и качество изделия, либо наоборот удешевить и испортить всю картину. К фурнитуре относятся молнии, клепки, липучки, пуговицы, кулиски и так далее. Здесь работает практически тот же принцип, что и с воротником и с капюшоном. Чем дороже и качественнее изделие, тем фурнитура менее заметная. Никаких кричащих собачек на молнии. Никаких контрастных широких шнурков. Никаких нелепых клепок и пуговиц. Это все то, что некоторым женщинам кажется интересненьким и создает изюминку в образе. Но на самом деле только удешевляет внешний вид. Все должно быть в меру спокойно, лаконично, изящно. То, что можно спрятать при пошиве, лучше всего спрятать. Молния, кулиска и прочее. А если уж фурнитура приметная, то она должна быть качественная и аккуратная. И вот еще один критерий, которым я забыла сказать, это карманы. Карманы могут быть прорезными, накладными и с клапаном. Если раньше я бы сказала вам, выбирайте изделие с двумя карманами, слева и справа и не более, то сейчас все изменилось. Модели Cargo с множеством накладных карманов на пике популярности и отступать пока не собираются. Поэтому такие модели можно смело назвать базовыми. Поэтому смело можете покупать модели с карманами от двух штук, но следите за их размером и расположением. Часто накладные карманы могут придать объемы там, где не хотелось бы. Например, пострадать может зона талии или бедер. Обращайте на это внимание. Если у вас там зона коррекция, то лучше покупайте базовые простые модели. Ну и последний на сегодня критерий, он безусловно самый важный при выборе пуховика. Но все равно, как ни крути, сначала мы оцениваем внешние изделия, а уж потом переходим к начинке. Поэтому финальным критерием при выборе пуховика является, конечно же, его наполнитель. Условно различают два вида наполнителя. Это натуральный и ненатуральный. Натуральные наполнители – это 100% пух. Или, например, смесь пух-перо. Пух – популярный наполнитель, который дал название пуховикам. Главное достоинство этого утеплителя в том, что он легкий, долговечный, хорошо удерживает тепло. Но есть один нюанс. Пуховики из натурального 100% пуха имеют очень высокую стоимость. И еще из минусов можно отметить, что натуральный пух требует дополнительного и особого ухода. А также у кого-то может даже вызывать аллергии. Что же касается наполнителя пух-перо, то этот никс является самым популярным в производстве пуховиков. Достоинство пера в его натуральном происхождении. Кроме того, перо дает изделию дополнительный объем, хорошо удерживает тепло и снижает себестоимость. К ненатуральным наполнителям относят эко-пух или синтепух. По способности удержать тепло, искусственный пух может на равных соперничать с натуральным. Состоит из нетканых, мельчайших нитей из полиэстера, который имеет форму пружинок. Они переплетаются друг с другом и создают прочное соединение волокна с воздушными пустотами. Именно за счет этих полостей с воздухом прекрасно сохраняет тепло и не впитывает влагу. А еще не сбивается в комки во время стирки и не деформируется после нее. И изделие с таким наполнителем имеет, важно, вполне себе демократичную цену. На самом деле я очень хорошо отношусь к такому типу наполнителя, поэтому давайте разберем его поподробнее. Холофайбер – это искусственный наполнитель, состоящий из 100% полиэстера. Пускается в виде шариков, пружин, спиральных форм. Волокна из холофайбера не соединяются между собой, содержат пустоты, за счет которых содержимое пуховика хорошо держит форму, сохраняет теплоизоляционные свойства и вещи не боятся влаги, которая попала на изделие при дожде или снегопаде. Такие пуховики быстро сохнут и не требуют особого ухода. Переносит стирку в теплой, не горячей воде, а в том числе в барабане и стиральной машине. Тенсулейт – это тонкое, прочное, легкое синтетическое волокно, которое отлично подходит для зимнего периода. Это качественный теплоизоляционный материал. Изначально он был изобретен для работников полярных станций и астронавтов, и следовательно обладает повышенной прочностью. Достоинством стало то, что тенсулейт сильно теплее натурального пуха. И, кстати, дополнительный плюс – он является гипоаллергенным материалом. Покупатели отмечают единственное неудобство тенсулейта – это статическое электричество, которое накапливает утеплитель. И иногда из-за этого доставляет некомфортные ощущения их обладателям. Но антистатик вам в помощь. К уходу такой наполнитель абсолютно нетребователен, легко стирается в машинке и быстро сохнет. Ну и, конечно же, не могу обойти его стороной – это синтепон. Как правило, в зимних пуховиках, которые предназначены прямо именно для морозов, его не используют. Чаще для курток. Утеплитель синтепона по сравнению с другими, более современными искусственными наполнителями для курток-пуховиков является одним из самых дешевых и наименее качественных. Так как он не способен выдерживать низкие температуры и защищать от воздействия сильного ветра. Именно он сформировал ошибочное мнение, что все искусственные утеплители плохо сохраняют тепло. Помимо этого, куртки на синтепоне могут быстро изнашиваться и терять свои теплоизоляционные свойства. Я очень надеюсь, что вы подчеркнули для себя, ну, хоть сколько-то полезной информации о том, какой же пуховик стоит выбрать на зиму. Делитесь своим мнением, пишите комментарии, я все обязательно прочитаю. Ну, или почти все. На сегодняшний день выбор классных пуховиков огромный. Главное, обращайте внимание абсолютно на все детали, на все критерии, о которых я сегодня вам сказала. Мелочей не бывает. Не цепляйтесь за что-то одно. Я уверена, что после сегодняшнего ролика вы с легкостью сможете определить, где актуальный, где неактуальный пуховик, где качественный, где не очень. И обязательно найдете ту самую модель для себя любимой, в которой вам будет тепло зимой, уютно, комфортно и в которой вы будете выглядеть стильно, современно и чувствовать себя на все сто. До новых встреч. Пока.